Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться национальных валют. Национальный банк Республики Беларусь внес изменения в валютную корзину. С 12 декабря из состава корзин иностранных валют исключили евро. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Казалось бы, чисто техническое мероприятие, но неожиданно оно привлекло достаточно большое внимание. Что такое вообще валютная корзина? Какое значение имеет она для обычных людей? Как отразится исключение из нее евро? Давайте разбираться. С вами программа «Просто о сложном» и я, ее ведущий Лев Марголин. Смотрите наш канал, подписывайтесь на него, делитесь нашими роликами. Что такое валютная корзина и зачем она нужна? Корзина валют – это один из способов оценки национальной валюты по отношению к валютам других стран. Когда корзины нет, любой скачок доллара, евро, другой значимой для страны валюты, заставляет нервничать экспортеров и импортеров. Когда корзина есть, она как бы расширяет горизонт и позволяет более адекватно оценить ситуацию на денежных рынках. Особенно, если на бирже фиксируются разнонаправленные движения. Например, доллар растет, а евро, российский рубль и юань снижаются. Конкретно состав валютной корзины зависит от того, в какой валюте проходят расчеты во внешней торговле и с какими странами больше всего торгует государство. Для самых дотошных, валютная корзина – это средняя геометрическая взвешенная двухсторонних курсов белорусского рубля. Напомним, до 12 декабря состав корзины валют или весы был следующим. Российский рубль – 50%, доллар США – 30%, евро – 10% и китайский юань тоже 10%. В предыдущий раз состав корзины валют менялся 15 июля 2022 года. Тогда в нее добавили юань, снизит на половину долю евро. С прошлого понедельника из национальной валютной корзины исчезла евро. Те скромные 10%, которые оно занимало, перешли к российскому рублю. Национальные банки пояснили, что текущее изменение связано с тем, что в 2022 году значительно выросли объемы внешней торговли со странами ЕАЭС и Китаем. Одновременно увеличилась доля национальных валют при расчетах по внешнеторговым операциям. Все это происходит на фоне сокращения товарооборота со странами ЕС и расчетов в евро. Соответственно, на белорусской валютно-фондовой бирже возросла доля расчетов в российских рублях. А что делать тем, кто, несмотря на что, продолжит торговать с Европой? Все-таки это наши соседи. Национальный банк клятвенно заверил нам, что купля-продажа евро на бирже продолжится. Курс этой валюты будет определяться через так называемый трос-курс к доллару. То есть, если на мировых рынках евро будет расти по отношению к доллару, то будет рост и к белорусскому рублю. Соответственно, экспортеры смогут при желании без проблем продать вырученное от экспорта товара и услуг в евро, а импортеры купить эту валюту в своем банке. Соответственно, все белорусские банки, за исключением тех, которые попали под санкции, сохранят свои корреспондентские счета в европейских банках и продолжат расчетное обслуживание, в том числе и население. Исчезнет ли евро из обменников? Конечно, нет. Как известно, многие белорусы выехали на постоянное место жительства в страны еврозоны. Еще больше тех, кто работает там вахтовым методом. Все они переводят средства своим семьям или родственникам, или привозят их наличными. Поэтому потребность в обмене будет существовать всегда. Обмен валют – это дело выгодное, банки на нем зарабатывают прибыль. Поэтому, если не будет каких-то прямых запретов, покупка и продажа евро будет существовать. А запретов не будет. Ведь кому, как ни белорусам, знать, что если банки ограничивают оказание каких-то услуг, тут же возникает черный рынок. И никакие репрессивные меры тут не помогут. Лукашенко заявил о завершении эпохи доллара. Так ли это? Выступая 9 декабря в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Александр Лукашенко заявил, что эпоха доминирования доллара завершается, будущее за расчетами национальных валют. На эту тему у меня есть отдельный ролик, ссылка на него в описании. Здесь же скажу следующее. Если у вас не один торговый партнер, а несколько, если сырье вы закупаете у одних, а товар продаете другим, если вы получаете валюту сегодня, а понадобится она только через месяц, то ваше свободное средство нужно где-то хранить. Можно, конечно, в национальной валюте или в золоте, например, но лучше в свободно конвертируемой валюте, которая никак не контролируется государством, которой доверяют и которая чаще всего используется в международных расчетах. На сегодня это, к сожалению или к счастью, американский доллар. В августе 2022 года доллар продолжал занимать лидирующую позицию 15-й месяц подряд с показателем в 42,6% против 41,2% в июне. На евро приходилось 34,5% мировых расчетов, на фунт стерлингов 6,5%, доля иены составляет 2,7%, а доля китайского юаня 2,3%. Так что выводы делайте сами. Вот и все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делитесь им с друзьями. До встречи!